Хоу-хоу-хоу! Дорогие друзья, всем привет! С вами вновь Никита Никитин и сегодня у нас в гостях необычный гость, но вы поняли о ко мне. Сегодня у нас в гостях Лена. Всем привет! Лена, представься, расскажите чуть-чуть про себя. Меня зовут Лена Гулевата, мне 19 лет, я дочка пастора-основателя реабилитационного центра. В моей семье брат, сестра, мама и ну вот уже два года я хожу в церковь Новый Завет и являюсь служителем этой церкви, также помогаю в молодежном служении, ну и в каких-то волонтерских работах. Очень круто! Ну расскажи сначала, как ты хочешь, чтобы мы пошли по стандартному сценарию или по нестандартному сценарию? Как тебе удобно? Мне очень удобно и так, и так. Мне тоже. Ну ладно, тогда расскажи про своих родителей сначала. Ну, мои родители, как я уже сказала, были основателями реабилитационного центра. Мой папа пастор, но три года назад он погиб в аварии, и моя мама сейчас является руководителем этого центра, и как бы они приехали туда 20 лет назад, и наше служение, оно до сих пор развивается, процветает, и люди, они получают спасение, слава Богу. Вот, и я ими очень горжусь. Каково тебе было расти вот в семье родителей, пасторов, да еще и основателей реабцентра? Ну, я думаю, что смотря на это сейчас, я думаю, что это было классное время. Но когда я была маленькая, были, было тяжело свыкаться с теми вещами, которые, например, ну, мне не разрешено было. То есть, если моим, ну, подросткам моего возраста это можно было, то мне, как бы, это было нельзя. Почему? Потому что мои родители верующие, значит, я тоже верующая, и у нас есть принципы, ценности, и, то есть, какие-то правила, которые не разрешают делать те или иные вещи. Ну, ты не делала их из-за того, что ты, ну, репутация родителей, или твоё личное убеждение? Нет, я не делала их, потому что мне нельзя их было делать. То есть, тут, я думаю, слово родителей было таким, что ты это не делаешь, и всё, как бы, в этом плане. Но тебя всё-таки манил миру, да? Ну, я думаю, что нет, то есть, я не задавалась вопросом, можно или нельзя. Если сказано нет, ну, я не делала этого, то есть, в этом плане я была послушна родителям. Но ты же всё-таки нарушала когда-то этот запрет? Ну, ты имеешь в виду, что... что именно? Ну, я не знаю, а что тебе запрещали? Ну, запрещали, например, там, курить, пить, этого я не делала. Ну, максимум, что я могла сделать, это, там, оценку поставить плохую, или, там, не знаю, прогулять какой-то урок в этом плане. Вау. А там, побить кого-нибудь, прострелить коленную чашечку? Я думаю, что я была мирным ребёнком, и до этого дело не доходило. Обзывать, лгать, что-нибудь, воровать, хотя бы за что-нибудь зацепиться, дай мне. Ну, я обманывала родителей, я скрывала от них плохие оценки, и... Почему же ты плохо училась? Нет, я училась хорошо, но я отличница, но мне было стыдно, например, за какую-то тройку или двойку, и я им это не показывала, потому что мне было стыдно, что я их подвела. Но лучше уж горькая правда, чем сладкая ложь. Вау, сильно. Друзья, сейчас запомните эту фразу и намотайте себе на ус. Как ты думаешь, вот, что, если сейчас нас смотрят такие же вот детишки, которым там дети постаров, и им кажется, что они в трудной ситуации, какой совет ты можешь им дать? Я думаю, что идти к родителям, несмотря на то, в какой-то ситуации плохо тебе или какие-то перемены идти к родителям, потому что эти люди, они никогда не смогут тебе отказать в помощи, в плане того, что не нужно бояться, потому что очень многие ребята, ну, подростки особенно, они боятся как-то рассказать о своих чувствах или, ну, как бы сказать, что они переживают или о своих проблемах. Не нужно этого бояться. Просто идти и говорить, мне нужна ваша помощь, пожалуйста, помогите, дайте совет, я нуждаюсь в этом, потому что, ну, они помогут, они не оставят вы же их ребёнок. Это хороший совет. Ты сама планируешь быть родителем? Ну, если Господь, ну, даст хорошего мужа и позволит иметь детей, то, конечно. Как ты будешь воспитывать своих детей? Я думаю, что предоставлять им выбор, потому что я думаю, что это вот, ну, самое важное, не ставить какие-то, ну, ограничения, и ты будешь делать так, и всё, нет, давать им выбор, то есть давать им право совершать эту ошибку для того, чтобы, ну, в дальнейшем они её обходили стороной и уже как бы правильно поступали. Я думаю, это вот как бы как основное, потому что мои родители, они именно так и воспитывали, но при этом послушание, как бы всё это присутствовало, но право на ошибку, выбор сделать, они мне давали. Давали, да? Да, конечно. Просто я думал, что тебе вот запрещали, и всё, прям, если нет, то... Ну, нет, как бы я имею в виду, что всё равно ты можешь выбрать, они говорили, ты можешь, ну, знаешь, когда вот говорят, типа, иди вот, пей, кури, пожалуйста, иди. Ну, по-моему, это звучит как будто не пей и не кури. Вот именно, понимаешь, и вот после этого слова ты такой, окей, я понимаю, что это плохо, я не пойду этого делать. Ну, хорошо, а что значит тогда для тебя свободный выбор, если они говорят, иди, пей и не кури, но уже с такой интонацией, типа, если ты это сделаешь, то мы выгоним тебя из дома и сожжём на костре. Ну, мои родители так не думали, я думаю. Для меня свободный выбор, но, ну, например, даже в выборе церкви, потому что я знаю, что очень многие родители, они говорят, ты пойдёшь именно в ту церковь и как бы там будешь служить. В этом плане мои родители были, как бы, вот, выбор весь, куда хочешь, мы как бы благословим, вот в этом плане. Но, как бы, ещё, я не знаю, ну, поступление, наверное, то, что, как бы, хочешь выбирай туда, хочешь туда, мы как бы всё это благословим. А давали они тебе выбор, быть ли христианкой или не быть? Конечно, я думаю, это, ну, знаешь, как мои родители молились. Они молились за то, чтобы Господь повлиял, чтобы я выбрала Его. То есть, они не оседали на меня, там, читай Библию каждый день, там, молись каждый день, нет. Они просто, как бы, давали мне эту возможность. Ты почитал сегодня Библию? Ты помолился сегодня? Ну, было бы классно это сделать, то есть, в этом плане. А насчёт, когда, ну, будешь ли верить ты в Бога или нет, я думаю, это уже в подростковом возрасте пришло это осознание, что без Бога никуда, и вот он выбор, который нужно сделать. А родители, они, как бы, в стороне смотрят на это с молитвой. Как ты относишься к иконам? Я думаю, что нейтрально, ну, я не знаю, как бы. Такой вот компрометирующий вопрос. Они меня не смущают и не заводят заблуждение. Я думаю, это часть архитектуры, которая создавалась веками, и это красиво и интересно. А ты ставишь себе дом в икон? Нет. Почему? Ну, а зачем, если есть возможность молиться Богу каждый день, и при этом знать, что он у тебя в сердце, а не на досочке. Тебе было стыдно, что ты верующая? Я думаю, что да, где-то, ну, вот в подростковом возрасте, в школе мне было стыдно, что... Все равно, когда говорят, что ты верующая, это какое-то, как будто ты не такой, как все, и мне было стыдно, что я не такая, как все. Но это потом чувство прошло, когда ты понял, что ты особенный, это не то, что тебе стыдно, или ты как, ну, как все, да, это что-то вот особенное, и оно, как... это чувство, оно как-то растворилось вот так вот просто. Интересно. Ну, хорошо, давай мы посмотрим, насколько хорошо ты знакома с Библией. И сможешь ли ты отличить что-то из Библии и что-то не из Библии? Рубрика... А я не знаю, как она называется. Назови эту рубрику. Что из Библии и не из Библии? Что из Библии и не из Библии? С Леной. Готова? Да. Хорошая жена мужу венец, а срамящая мужа что гниль в кости? Ну, это из притч. Ну, ладно. Кто настолько глух, что даже от других не хочет услышать правду, тот безнадежен. Тоже притчи? Попалась, это Цицерон. Мудрый сын, радость своего отца, а глупый сын, горе своей матери. Ну, это притчи. Верно. Не важно, как медленно ты двигаешься, главное, что ты не останавливаешься. Я не уверена, что это не притчи. Мне кажется, это какая-то цитата из паблика. Это Брюс Ли. Отличный способ проверить человека, довериться ему. Ну, это точно не притчи. Верно. Эрнес Химагуэй. Научи мудреца, и он станет еще мудрее, а праведника наставь и познание приумножить. Ну, это притчи. Лучше быть никем, но иметь слугу, чем притворяться знатным, нуждаясь в хлебе. Не подсказывать, зрители, весь этот зал молчать. Это не притчи. Это притчи. Брат за брата за основу взята. Я думаю, что это не притчи. Может быть, и не притчи. Слово сказано уместно, подобно золотым яблокам в оправе и в серебра. Да, это притчи. Тебя не обмануть. Мудрые люди обманывают свои мысли, глупые провозглашают их. Да, это, наверное, притчи тоже. Нет, это не притчи вовсе. Кто же это? Это Генрих Гейне. Я тоже не знаю, кто это не переживает. Ну, ладно, давай что-нибудь. Вот последнее сложное. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Это не притчи. Ладно, ты победила. На этот раз ты победила. Хорошо. Спасибо, дорогие друзья. Браво. Итак, еще несколько вопросов, и не буду больше тебя держать, мучить. Расскажи, ты держишь людей и мучаешь их? Да, я думаю, что нет. Ну, ладно. Какой главный принцип тебе передали родители? Я думаю, что, возможно, Бог должен быть центром моей вселенной, центром моего сердца и центром моей жизни. И даже в самые трудные ситуации, какие-то перемены, что-то такое, я должна именно на него уповать, именно на него надеяться, и чтобы он был моей опорой. Потому что, будучи человеком, я много чего боюсь, но Господь... Например? Ну, я боюсь каких-то изменений сильных, я боюсь каких-то... Полгода? Нет, именно жизненных обстоятельств, там, переезд куда-то, то есть, или новые знакомства, новые взаимоотношения, то есть, этого всего как человек я боюсь. Да, сдать экзамен я боюсь на университете. Но Господь, Он тот, кто весь страх убирает, и даже в такие моменты нужно на него опереться и сказать, с Богом все смогу. Супер. Друзья, давайте говорить, с Богом все смогу, как Лена сегодня в нашей программе и, наверное, каждый день. Друзья, с нами была Лена. Лена, тебе аплодисменты. Спасибо. Тебе руку пятюню, и, друзья, будьте как Лена, будьте как я, и будьте как вы, будьте как Иисус. Вот, вот такой вот посыл. С вами, как всегда, был Никит Никитин. Это не последняя наша программа, так что смотри следующую программу, если она вышла, а если нет, то жди ее. Я тоже буду ждать тебя в ней. И здесь я с тобой прощаюсь. Пока. Попрощаюсь туда. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok